Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события. С вами Марина Матвеяшина. И в ближайшие 25 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. И коротко о главных темах выпуска. Наблюдение высокой точности космические аппараты на службе народного хозяйства. Криминальная история близится к финалу. Присяжные обл. суда вынесли вердикт убийцам Сызранского полицейского и его семьи. Последний путь. Водитель автобуса пытался спасти жизнь пассажиру. В Самаре горят машины. Автолюбители сами ищут массовых поджигателей. Трудотерапия. Злостные неплательщики алиментов вышли на уборку самарских дворов. Космические технологии на службе рационального природопользования. В Самарской области реализуется проект взаимодействия Минлесхоза и Роскосмоса. На орбите работает группировка аппаратов «Ресурс-П» производства РКЦ «Прогресс». При помощи космических снимков удается проводить поиск полезных ископаемых, обнаруживать несанкционированные свалки и места чрезвычайных происшествий, а иногда и останавливать серьезные правонарушения. Олег Зверев изучил перспективы спутниковой программы. Всего два снимка из космоса, но исходя из этих данных уже удалось остановить преступление. Незаконные добычи песка на территории Самарской области наносят непоправимый вред экологии. При помощи аппаратов дистанционного зондирования Земли информация поступила в правоохранительные органы. По результатам дистанционного исследования снимков, учитывая, что съемка производства различные периоды и в разном масштабе, с большой долей вероятностью можно говорить о наличии изменений на пяти земельных участках, где была произведена добыча. Это лишь некоторые из примеров, когда космические технологии служат делу сохранения природы на Земле. В Самарской области реализуется пилотный проект, сотрудничество Минлесхоза и Роскосмоса. Качественные космические снимки используются в самых разных службах. Это и контроль состояния окружающей среды, инвентаризация ресурсов, поиск полезных ископаемых. Пункт приема и обработки спутниковой информации РКЦ «Прогресс» сегодня способен заглянуть в любую точку планеты. Это Олимпийский стадион в Пекине, а это уже Сидней, Австралия. Но в приоритете Самарская область. Из шести российских аппаратов на орбите три ресурс «П» самарского производства. И именно в нашем регионе дистанционное зондирование земли применяется наиболее эффективно. Съемку информации Самарской области, как только позволяет иметь условия, попутно, проходя над Самарой, мы все время ведем эту съемку. Все это дело докладывалось правительству Самарской области, губернатору, все это одобрено. И можно сказать, что здесь мы находимся в пилотном варианте проекта. Пользуясь, будем говорить, близостью доступа как разработчики к системе, имея здесь пункт приема информации на расположенной территории нашего предприятия, мы в первую очередь работаем на наш регион. В планах у Роскосмоса увеличение числа спутников, которые сегодня незаменимы практически в каждой сфере экономики. К 2020 году на орбите должно быть уже 19 аппаратов. Причем в ближайшие годы будут запущены четвертый и пятый спутники «Ресурс-П», а на перспективу разрабатывается уже новая модель «Ресурс-ПМ». Кроме того, в планах создания группировки малых космических аппаратов, разработанных РКЦ «Прогресс» совместно с Самарским университетом, АЭС-2Д в космосе меньше года, но уже зарекомендовал себя как важная птица. АЭС-2Д – это малый аппарат уже, в отличие от тех, которые показаны были здесь. Это уже аппарат в полтонны весом. Аппаратура, конечно, там класса немножко пониже, но уровень разрешения его считается сверхвысокодетальным. АЭС-2Д, если он будет реализован как группировка из нескольких спутников, то позволит нам практически ежесуточно давать информацию, хотя бы по Самарской области гарантированно тогда. «Начиная с 2013 года, самарские аппараты отсняли уже более 250 миллионов квадратных километров земной поверхности. Причем спутниковая программа развивается в общемировом тренде. А значит, и в Самарском регионе все новейшие космические технологии будут применяться в первую очередь». Олег Зверев, Василий Колдашов, события. В Самарском областном суде присяжные вынесли вердикт по нашумевшему делу об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. Заседание шло в закрытом режиме практически весь день. В преступлении обвиняются четверо мужчин. Роман Фаталиев, Ислан Бабаев, Махмадали Ахмадов и Архан Захрабов. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали, и до смерти избили своих жертв, прихватив с собой ценные вещи. Коллегия присяжных большинством голосов признала всех фигурантов виновными. 30 января в понедельник на следующем заседании суда стороны защиты и обвинения будут обсуждать этот вердикт. Адвокаты подсудимых намерены его оспорить. Виновны все. 9 на 3 было мнение. Двое заслуживают снисхождения. Пока в мой подзащитные вреды тех, кто заслуживает снисхождения, не входит. Мы, конечно, с данной позиции не согласны. У нас еще будут прения перед судом. Мы будем обсуждать вердикт присяжных. По убийству и разбою Ахмадов и Фаталиев присяжными признаны незаслуживающими снисхождения. По покушению на убийство Фаталиев и Захрабов заслужили снисхождение. Ахмадову и Фаталиеву, так как они признаны по убийству с разбойным нападением незаслуживающими снисхождения, возможно назначение пожизненного лишения свободы. Тревожный рейс в Самаре. Причину гибели человека в автобусе 37 маршрута установит экспертиза, после проведения которой будут официальные комментарии. Напомню, во время движения автобуса одному из пассажиров стало плохо. Водитель не растерялся и направил машину в сторону ближайшей больницы. С людьми, которые в трудную минуту пришли на помощь больному, встретился Олег Зверев. Это был, пожалуй, самый тревожный рейс за все время работы, рассказывает водитель 37 автобуса Денис Трифонов. Внезапно одному из пассажиров стало плохо. 43-летний мужчина вошел в салон возле филармонии, оплатил проезд и сразу направился к выходу. Но тут пассажиры заметили, что он побледнел, а потом и вовсе потерял сознание. Пассажиры, кондуктор начали вызывать скорую, но то ли телефон никто не брал, то ли занят был. В общем, никак не дозванивались мы. Ну и решили, так как дорожная клиническая больница, дорожная больница была, грубо говоря, в трех остановках, решили, пока продолжат движение, в надежде на помощь, что там окажут ее. По инструкции, в такой ситуации положено остановиться, вызвать скорую и полицию и ждать на месте. Но водитель решил немедлить, чтобы не терять драгоценное время для спасения больного и направил машину без остановок в сторону ближайшей больницы. Пассажиры отнеслись к этому с пониманием, все пытались помочь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Мы подъехали к больнице, потом пассажир побежал быстрее вызывать врача. Мы все это время находились в салоне. Потом он прибежал без врача, то есть не знаю, что ему ответили, мы как бы не в курсе. Потом пошли еще человек пять в больницу, чтобы все-таки кто-то пришел на помощь. Побежали, потом уже пришла врач, то есть мы ожидали врача, она пришла, прослушала, и с ней пришла медсестра, или кто там, мы не знаем. Вот они начали прослушивать и сказали, что он уже мертв. Медики и полицейские пока воздерживаются от комментариев, ожидая окончательных результатов экспертизы. Чтобы установить точную причину смерти, необходимо время. Но уже ясно, что и водители, кондукторы, пассажиры сдали, может быть, самый важный в жизни экзамен на благородство и чувство ответственности за тех, кто находится рядом. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. 12 жителей дома 87 по улице Степана Разина, эвакуированных ночью на этой неделе, вернулись в свои квартиры. Причиной переполоха стали трещины, возникшие на стенах. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас в состоянии дома оценивают специалисты. Чем угрожают эти трещины для шельцов, на месте выяснил Андрей Горгуленко. Рудольф Шаврин показывает, что трещины на доме 87 по улице Степана Разина для жителей уже не новость. Однако этой ночью те, что появились давно, стали больше, а к ним добавились новые. Решили перестраховаться и вызвали спасателей. Квартиры пришлось покинуть на пару часов. Пока причина точно не установлена. Осадки стабилизировались, значит, вот эти трещины, и ночью их не было. МЧС, значит, потребовал, чтобы все покинули дом. Но потом, когда обследовали все, посмотрели, скажем, причин обрушения дома нет. Пока главное объяснение. Грунт под домом подмывается. Но никаких прорывов в коммунальных сетях поблизости не обнаружено. То, что именно вода, причину трещин, подтверждают и владельцы салона красоты в соседнем доме. Их подвальное помещение затоплено. Где-то прорыв, это значит, если разрушается, то есть дом усадку дает, то есть где-то вымывает, то есть грунт водой. У нас даже на входе вода прибывает, то есть она идет из грунта. Где вход непосредственно в помещение, то есть со стороны улицы, идет поступление и уже переливает через порог дверной, заходит в помещение. На доме номер 87 сейчас установили гипсовые маячки с датой и временем замазки. Они покажут, продолжает ли стена оседать в грунт. Городские власти держат ситуацию под контролем. Установлены маячки гипсовые на трещины. Трещины были незначительные, часть из них более старой, поэтому мы не можем точно сказать, когда эти трещины раскрылись. В общем, сейчас для граждан угрозы нахождения там нет. Дальнейшая судьба дома не решена. В этом году в нем запланирован капитальный ремонт. Жители не паникуют и уезжать не торопятся. Так как уверены, если подойти к ремонту с умом, дом простоит еще очень долго. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Самарцы ищут поджигателей. Жители объединились в поисках тех, кто, по их мнению, с начала зимы спалил десятки машин. По данным МЧС, с декабря в городе сгорели свыше 30 автомобилей. Как минимум в 11 случаях зарегистрирован поджог. Активисты из числа пострадавших создали группу в интернете. Изучают данные с камер видеонаблюдения, в объективы которых могли попасть виновники ЧП. О том, как продвигаются народные поиски, репортаж Алины Чемерес. Выгорелся панель, переднее сидение. Но автомобиль пострадал, конечно, меньше, чем у других. Но, в частности, все равно ущерб нанесен большой довольно-таки. И восстановлению автомобиля не подлежит, к сожалению. Мерседес Антона сгорел в первый день Нового года. Молодой человек рассказывает, 1 января приехал в гости к друзьям на улицу Мариса Тереза и припарковал машину во дворе. Как все случилось, на камеру мобильного телефона сняли очевидцы. Даже эксперты, в принципе, сразу повестили, что машина сама так не горит. И, в принципе, с автомобилем ничего не должно было быть, потому что до этого, несколько дней назад, прошло ТО, и никаких нареканий, ничего не было. Автомобиль был только после химчистки, и в салоне даже ничего не находилось, кроме одной кофты. Похожая история и у Александра. Он лишился автомобиля 11 января. Схема похожа. Машина стояла во дворе, ночью сработала сигнализация. Когда выбежал на улицу у объятого пламенем Хюндая, уже взрывались колеса. Владелец сгоревшего авто утверждает, опасных веществ, которые могли бы вспыхнуть, в салоне не было. Какая-то девушка молодая, она, говорит, видел троих молодых парней, говорят, вроде возраста до 30, все худощавые, один в светлой куртке был. Я машину поставил напротив своего гаража, и вот они ходили мимо гаражей, туда-сюда пару раз проходили, она обратила внимание. Таких, как Антон и Александр, в Самаре десятки. Машины жителей начали вспыхивать в декабре. Сейчас многие погорельцы еще ждут результатов экспертизы. Она займет минимум месяц. Чтобы ускорить процесс, Антон создал группу ВКонтакте и призвал всех пострадавших объединиться в поисках виновников случившегося. На связь, говорит, вышли уже более 20 человек. По его словам, четкую взаимосвязь между ЧП установить сложно, но как удалось выяснить активистам, большинство машин, новые иномарки пока еще не застрахованные. Пожары случались с разницей в несколько минут. Поиски добровольцы ведут тщательно. На зданиях или еще где-то камеры просим записи, просматриваем их, смотрим машины, кто проходил в это время, в ближайшие за несколько часов до и прочее. Предварительные результаты уже есть, но разглашать их активисты пока не хотят. По данным МЧС, с декабря прошлого года в Самаре сгорели более 30 машин. Согласно заключению экспертов, как минимум 11 из них точно сожгли. По мнению юристов, если в кратчайшие сроки не найти и не наказать виновников, это может привести к печальным последствиям. Активисты уверяют, сегодня важно предупредить жителей об опасности и как можно скорее найти виновников. Если поджигатели поймают и вина их будет доказана, им могут грозить принудительные работы, штраф или до 5 лет лишения свободы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. Проект телеканала «Самаргиз. Под знаменем дружбы», посвященный 140-летию российско-болгарской дружбы и 50-летию улицы Старозагора, стал победителем регионального этапа национальной премии «Серебряный лучник». В номинации «Лучший проект в области межнациональных коммуникаций». Премию в сфере развития общественных связей в Самаре вручают уже в седьмой раз. В этом году, как отмечают жюри, возросло количество участников. На конкурс прислали 43 проекта, а количество авторов достигло 520 человек. Серьезно выросло и качество работы. Что нужно, чтобы объединить людей словом и делом, узнала Марина Кравцова. Уникальный проект об истории и о людях, о дружбе и сотрудничестве, которое длится 140 лет. Два документальных фильма, телевикторина, программы в формате кулинарного шоу «Болгарский перец», интервью с историками, краеведами, строителями улицы Старозагора, ежедневные рубрики в программе «События» и прямая трансляция городского праздника «День Самарского знамени». Огромная работа коллектива телеканала «Самара ГИС» объединилась в многокомпонентном проекте «Под знаменем дружбы». Программы создавались вместе с болгарской стороной. Из Болгарии присылали видеоматериалы, коллеги делились актуальной информацией. А после программы и фильмы «Самара ГИС» показали на болгарском телевидении. Проект был назван лучшим в области международных коммуникаций на региональном этапе национальной премии «Серебряный лучник». В этом году было очень много проектов, 43 проекта и очень хорошего качества. Что очень важно, фактически эти проекты делаются не для профессионального сообщества, а для людей, а для людей. Поэтому, собственно говоря, каждый житель нашей губернии так или иначе в этом проекте поучаствует. Это вот очень важно. В номинации «Открытый диалог» жюри отметила проект администрации «Самары», также посвященный русско-болгарской дружбе. Он тоже вошел в шот-лист работ, рекомендованных для участия в федеральном этапе премии. Специального приза в номинации «Открытое сердце» удостоилась еще одна программа нашего телеканала «Право на маму». Впечатляют результаты. Из 200 детей-сирот, которые были героями программы, 130 обрели новые семьи. Программа уже становилась победителем премии «Серебряный лучник». Проект «Право на маму» телеканала «ГИС» вошел в книгу. Седьмой том 50 лучших проектов. Книга распространяется по всей стране, по ней учатся студенты. Так что новое поколение специалистов вырастет на наших проектах. Премия представляет лучшие работы в области коммуникации и благотворительности. В этом году в конкурсе было много социально значимых проектов, таких как «Театральный маршрут» и «Донорство в тренде. Станции переливания крови». Тематика работ оказалась самой обширной – от проектов про космос до приюта для бездомных животных. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. В понедельник, 30 января, в 9 утра в Самаре стартует первая волна приема детей в первый класс. В ней участвуют только те, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Узнать, к какому учебному заведению относится дом, можно на сайте Департамента образования. Заявление нужно подавать до 1 июля. После начнется вторая волна приема детей, не проживающих на закрепленных за школой территориях. Как и в прошлом году, прием будущих первоклассников будет проходить в электронном виде через интернет. Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Затем заполнить форму заявления на портале образовательных услуг. В течение трех рабочих дней после этого нужно обязательно прийти в школу с документами, свидетельством о рождении, о регистрации ребенка и паспортом родителя, и подтвердить свое заявление. Записан ли ребенок в первый класс, можно узнать в течение семи рабочих дней. Если кто-то из родителей, особенно опекуны и бабушки, дедушки не справляются, они могут прийти в школу, и там специально отведенный помощник поможет им с документами, все также в электронном виде направит. Ивета, Октавия, Ежевика, Урал и Рим – самые экзотические имена, которые родители дали своим детям в 2016 году. Большинство же семей Самарской области отличаются консерватизмом. Мальчиков чаще всего называли Артемами, Александрами и Дмитриями, а девочек – Викториями, Анастасиями и Мариями. Об этом рассказали на расширенном совещании территориальных органов ЗАГС. В целом рождаемость по итогам года снизилась почти на 2%. В регионе появились на свет больше 40 тысяч малышей. По этому показателю хорошую динамику показывает только Тольятти. Там рождаемость превысила смертность почти на 13%. Жениться в области стали на 16% реже. И чаще заявлений в ЗАГС подают в электронном виде. В этом году перед ЗАГСами стоит большая задача. Они примут участие в создании единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, на базе которого к 2020 году создадут единый реестр населения. Если сегодня каждый субъект располагает только своим ресурсом тех документов, которые находятся в органах ЗАГС, то теперь это будет все уже объединено в рамках Российской Федерации. Безусловно, это позволит оптимизировать услуги по предоставлению гражданам. Услуг по регистрации актов гражданского состояния уменьшат время и с требованием различных документов для получения услуг. Более миллиарда рублей в прошлом году задолжали нерадивые родители. К ответственности за невыплату алиментов судебные приставы привлекли свыше 25 тысяч человек. Сегодня нежелание содержать своих детей карается по закону. Тех, кто более двух месяцев не платит алименты, привлекают к обязательным работам. Сегодня должники вышли на уборку в Октябрьском районе. За стараниями невольно трудящихся наблюдала Алина Чемерес. Не хочешь платить – работай. Сегодня в дружные ряды самарских дворников влились несколько новобранцев. У всех долги по алиментам. Самый большой – почти полмиллиона. Такие суммы нерадивые родители накопили почти за год. Среди тех, кто не считает нужным содержать своих детей, есть и женщины. Чаще всего это бывают какие-то маргинальные личности, которые абсолютно не как не относятся к своим детям, их не содержат, не занимаются их воспитанием. Соответственно, дети находятся на попечении либо у государства, либо у близких родственников. И в связи с этим никто не освобождает женщин, родителей от уплаты алиментов. Должникам предстоит отработать от 20 до 60 часов. Трудиться обязаны в свободное от основной работы время. Кто сегодня не смог приступить по причине занятости, предоставляют справки об официальном трудоустройстве. Остальные, а таких трое, получают инвентарь и готовятся выйти на уборку Октябрьского района. Им предстоит очищать от снега незакрепленные территории. Эту территорию обычно убирает район за свои средства. Бесплатная рабочая сила, она здесь как раз нам очень даже. Данные люди будут направлены в МБУ перспективы для производства работ по очистке пешеходных зон, лестничных спусков. Организацию, в которой будут трудиться должники, выбирает районная администрация. Под надзором приставов и коммунальщиков штрафники отправляются на уборку. Сергей рассказывает, закон нарушил по глупости. У него двое детей, сыну 23 года, дочери 17. Сначала, говорит, алименты платил исправно, потом возникли проблемы с работой. Делятся родственники, относятся с пониманием и уже готовы отозвать прошения об алиментах. Я, пусть не совсем деньгами, не в той мере, как положено, но помогаю в делах, в домашних, на даче работаю в дачный период. В общем-то, у меня отношения, можно сказать, великолепные. Оказаться на улице с лопатой в руках рискуют те, кто как минимум два месяца подряд не платит алименты. В этом случае приставы вправе привлечь к ответственности. Обязательной работой назначает суд. Но при этом долг никуда не девается, его нужно погасить в течение двух месяцев после окончания наказания. Иначе грозит уголовная статья и лишение свободы на год. В 2016-м суммарный долг по алиментам в регионе составил свыше миллиарда рублей. В общей сложности должники выплатили лишь 260 миллионов. Также в прошлом году более 700 человек были привлечены к уголовной ответственности, еще 650 к обязательным работам. Чтобы узнать, имеются ли долги по алиментам и как можно скорее их погасить, достаточно зайти в банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Высоцкий. Это имя известно каждому. В этом году знаменитому актеру и поэту исполнилось бы 79 лет. В 1967 году он дал в Куйбышеве два концерта, которые собрали огромную по тем временам аудиторию. Количество коллективных заявок превышало вместимость Ледового дворца спорта в несколько раз. Только завод имени Фрунзе требовал 2000 билетов. Всего же песни Высоцкого в тот вечер услышали порядка 12 тысяч куйбышевцев. Вместе с поклонниками его творчества цветы к памятнику возложила и наша съемочная группа. Его поезд задержали на час. 5000 зрителей перешептывались, но ждали. Он вбежал на сцену с гитарой, извинился и запел. Где твои 17 лет? На Большом Каретном. А где твои 17 лет? На Большом Каретном. А где твой черный пистолет? На Большом Каретном. А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном. Он спел 31 песню. Первая песня была из фильма «Я родом из детства, братские могилы». А последняя песня была «Спасить наши души». Он только написал для фильма «72 градуса ниже нуля». А на фильм не вошла, кстати. Ну, концерт запомнился, сами понимаете, на всю жизнь. Тогда, в 67-м, Владимир Высоцкий стал поистине родным человеком для самарцев. Любовь к нему культивируется из поколения в поколение. Цветы у его памятника не увядают круглый год. Он актуален до сих пор, как никогда. Когда у нас трудные моменты в жизни, мы берем в руки домики его стихов и находим ответы на все вопросы. Был очень фотогеничный парень в белой рубашке. Десять кадров, из которых можно было сделать что-то хорошее, по крайней мере, точно. Отобразив его образ, вот этот рывок к людям, как он подавал песню. Я очень рад, что я, так сказать, при жизни Володи его видел вот так, в закулисе двумя словами общался. Он всегда куда-то торопился. Высоцкого вспоминают не только 25 января. Его творчество настолько крепко засело в сердцах и головах людей, что память о нем будет жива, пока звучат его песни. Чтобы жизнь улыбалась, волка мне слыхал, зря мы любим ее однолюбый, а у смерти красивый широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Мариана Мирная, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова